Душа Здравствуйте! На этой неделе мы изучаем главу Бамидбар. Это первая глава четвертой книги Пятикнижья. Книга, которая называется Бамидбар, точно так же, как и первая глава. Это означает «в пустыне». Глава начинается с того, что Всевышний говорит Моисею и Аарану произвести перепись всего еврейского народа. Перепись происходит на втором году их путешествия по Синайской пустыне, то есть 2449 год по еврейскому календарю или 333 года тому назад. Перепись происходила обычным образом, как и до того и после. То есть, подсчитана была сумма взносов в пол шекеля от всех мужчин старше 20 лет. Моисей насчитал кругом-бегом 603550 мужчин призывного возраста, то есть в возрасте от 20 до 60 лет. Племя Левии, насчитывающие 22300 мужчин в возрасте от 1 месяца и старше, они их переписывали отдельно. Перепись их была совершенно отдельно, ничего общего не имело с общей переписью населения. Левити должны служить в святилище. Они заменяют первенцев, поскольку первенцы были дисквалифицированы, когда участвовали в поклонении золотому тельцу. Затем Тора переходит к подробному описанию организации лагеря израильтян. То есть расположение племен в лагере и во время марша. Когда люди покидали лагерь, три клана левитов разбирали и перевозили святилище. То есть святая святых, святая и все утвари и тому подобное. И потом снова собирали ее в центре следующего лагеря. Затем они возводили вокруг этого всего свои собственные палатки, то есть члены семьи Кахат, которые несли на своих плечах сосуды святилища, то есть ковчег, минору и тому подобное. Они несли их в специально сделанных покрытиях, потому что иначе они могли погибнуть. Эти покрытия, то есть все это святое, все что находилось святая и святых, коины накрывали, а потом только они могли это забрать и нести. То есть семейство Кахат находилось в лагере, оно себя устраивало в лагере к югу от святая и святых, от святилища. Члены семьи Гершон, которые отвечали за все габелены и покрытия крыши, находились к западу от святая и святых. И семья Мерари, которые перевозили панели стен и столбы святилища, они находились к северу от святая и святых. Перед входом святилища к востоку от него были шатры Моисея, Аарона и Аарона сыновей. За кругом левитов 12 колен располагались лагерем в четырех группах, по три колена в каждой группе. То есть к востоку было племя Ехуда, 74 600 человек, потом с ним же было племя Изахар, 54 400 человек, Зебулун племя 57 400 человек, к югу находились Рувим 46 500, Шимон 59 300 и племя Гад 45 650 человек. На западе располагалось племя Ефраем 40 500, Менаши 32 200 и Беньямин 35 400 человек. К северу от святилища находились племя Дан 62 700, Ашер 41 500 человек и Нафталий 53 400 человек. Это построение сохранялось и во время переходов и путешествий. То есть у каждого племени были свои Нази, то есть принц или вождь, лидеры, и свой флаг со своим племенем, с этого племени цветами и эмблемой. И вот это в принципе содержание вот этой главы Бамидбар. Как вы видите из этого, лагерь был хорошо организован и подготовлен Всевышним к путешествию в землю обитованную. Люди надеялись, что это за несколько недель перейти там, где они находились, у горы Синаи и прийти к земле обитованной. К сожалению, Хашем знал, что на это потребуется 40 лет. И поэтому уровень организации должен быть на очень высоком уровне. А теперь представьте. Вот представьте себе на минуту, мы находимся в Синайской пустыне. Вы и я, и мы все. Как и наши предки. Это пустыня, как и любая другая, с песчаными дюнами, с сухими ветрами и очень немногими деревьями или тенистыми местами, чтобы укрыться от солнца. И если мы все перестанем разговаривать, что очень тяжело, я подьмаю, и прислушаемся, то сначала мы услышим шорох ветра и шевеление песка. Но через некоторое время мы сможем услышать вот этот шепот духовного мира, который обращается к нам постоянно. Именно Митбар, то есть дикая местность, Митбар это пустыня Нахиба, дало название нашей главе и книге в целом. Именно вот в этой пустыне израильтяне заключили завет с Богом и получили Тору, а также стали нацией под властью, под верховной властью Всевышнего. Именно пустыня служит местом для четырех из пяти книг Торы. И именно там израильтяне испытали свой самый близкий контакт со Всевышним, с Богом, который посылал им воду из скалы и ману небесную и окружил их облаками славы, которые делали для них все, включая химчистку одежды и которые их предохраняли. Медраж утверждает, что Тора была дана в трех вещах. Мы через буквально пару дней будем справлять шавуот получения Тора. То есть Тора была дана в трех вещах. В огне, в воде и в пустыне. И эта глава начинается со следующих слов. Господь говорил с Моисеем в Синайской пустыне, в шатре собрания. И вот, когда вы начинаете думать обо всем этом, я хотел бы поднять следующий вопрос. Почему? Как Тора именно связана вот с этой идеей пустыни? Почему мы должны были получать Тору в пустыне? Почему мы не могли ее получать где-то в населенном пункте, где не в диком местности, а в каком-то городе? Одно из объяснений, которое приводит Равин Джонатан Сакс в нескольких своих статьях. Он говорит, первое объяснение самое простое, это психологическое. Медраж Бамидбараба, 1926, говорит, кто тот, кто воспримет Тору? Это тот, кто делает себя пустыней и удаляется от всего, что может его отвлечь. Понятно. Чтобы принять Слово Божье, мы должны открыться, как пустыня, быть полностью открытыми и активно слушать. О чем я только что говорил? Каббалисты называют это опорожнением кли, то есть сосуда нашей души. для получения Света Творца, для получения Слова Божьего. Другой Медраж говорит, что Тора была дана в пустыне потому, что Бог предложил Тору всем народам мира. Но никто, кроме Израиля, не хотел ее принять. Вот почему Тора была дана на открытом пространстве, на ничейной земле, чтобы ее могли услышать все. Ее действительно слышали все. Если бы Бог дал это в определенной стране, то все другие народы, кроме одного этого народа, где он дает Тору, могли бы заявить, что это им не предлагалось, они этого не слышали, они этого не знают. То есть моя хата с краю, я ничего не знаю. Ну как? На более глубоком уровне также предполагается, что есть сходство звука между словами Мидбар, то есть пустыня, дикая местность, и Давар, слово. Это указывает на связь между тишиной и бесплодием пустыни. И уникальным откровением, которое нам пришло. В Девари, в следующей книге, второзаконие, Мойша говорит, к вам говорил Господь из огня, вы слышали звук слов, но не видели формы, был только голос, голос Бога. Как мы все знаем, Бог в юдаизме не видим, у него нет формы, нет картины его, его портрета, он не видим. И любая попытка создать образ Бога, это идолопоклонство, и считается огромным грехом. Во всех других религиях боги явно были видны, и сегодня видны. В них можно было увидеть явления природы, солнца, звезды, луну, небо, море, дождь, ветер, грозу, гром и так далее. Так что боги были повсюду. Ну, например, как Зюз, металл, молнии, гром, это у греков, мы видели картинки этого много раз. В юдаизме революционная идея состоит именно в том, что Бог находится не в природе, а за ее пределами, над ней. Поскольку именно Он в первую очередь создал вот эту всю природу. Если каждый из нас что-то делает, мы что, находимся в той вещи, которую мы делаем? Нет. Так же самое и здесь. Всевышний не может находиться внутри натуральной природы, которую мы видим вокруг нас и все это. Он находится над ней, за ее пределами, потому что он ее создатель. Другие цивилизации основаны на визуальных культурах, образах, в то время как иудаизм это 100% культура уха. Слов, речи, слушания, интерпретации, понимания. ведь мы никуда не уйдешь от чистой логики. Визуальное воспринятие принимается нашим мозгом сразу и целиком. без какой-либо интеллектуальной интерпретации. Вот когда вы смотрите телевизор, вы видите всю картинку, вы ее моментально воспринимаете полностью, как она есть. Вам не нужно ее интерпретировать. Звук, проходящий через наши уши, требует постоянной обработки или интеллектуальной интерпретации, чтобы преобразовать звуки в слова, слова в предложения, предложения во фразу и так далее, чтобы понять, о чем идет речь, понять сообщение. Бесспорно, это происходит очень быстро, мы об этом не задумываемся, потому что это для нас естественный ход событий, но это действительно так. Только в пустоте, в пустыне, глаз подчиняется уху, потому что все, что мы видим глазами, оно превалирует над нашим восприятием звуков. Только в тишине пустыни можно услышать вот этот слабый звук, скрывающийся за звуками пустыни, шорохом ветра и шорохом песка. Наши предки, 12 колен Израиля, стоявшие у подножья горы Синай, услышали голос Бога, став единственным народом в истории, получившим откровение, испытанное непосредственно каждым членом нации, а не только одним святым или пророком. То, что они услышали, было уникальной задачей принять как бы боль страданий в Египте и перенаправить ее на создание общества, противоположного Египта. Не империи, построенной на власти, а общество людей равного достоинства под суверенитетом Бога. То есть, в тишине пустыни израильтянин услышал слово Бога и стал, весь Израиль стал народом слова Торы. Мы стали нацией пристав. То, что Всевышний от нас хотел. Красота всей этой концепции состоит в том, как сказал Равин Сакс, да благословит Бог его душу, пустыня была лишь остановкой на пути, а не целью, потому что в пустыне наши предки нашли слово Бога. Они вступили в завет с ним и тем самым стали его народом. Как вы видите, я сижу в черной рубашке. Это не просто так. У меня внутри траур по 45 людям, которые погибли несколько дней назад в Лавамер, справляя Юрц и Рабая Шимон-Бар-Яхай. в Мироне. Это ушли святые люди и по всей видимости Всевышний видел какую-то логику в этом. Не мне судить, не мне понять. Мне очень жаль семьи этих людей. Кроме того, весь ужас того, что творится сегодня между Израилем и газой это еще одна деталь, результат того, что мы все еще не понимаем и не слышим, чего же Всевышний от нас хочет. очень важно понять, что мы потомки вот этих людей, которые получали Тору и через несколько дней мы будем справлять Шабуот, получение Тора. Мы храним в наших сердцах и умах их наследие. Сейчас, 3333 года спустя, мы находимся на премессианской стадии. Мы приближаемся к концу пути развития нашей цивилизации. Проект его. Если мы сравним каждое тысячелетие нашего еврейского календаря с одним днем недели, то есть сегодня у нас 5781 год. Если считать, что шесть дней недели это пятница, шестой день, потому что седьмой день это суббота, то мы приближаемся уже к вечеру пятницы. Шеститысячный год уже очень близко, всего 219 лет осталось. Мы приближаемся ко времени зажигания свечей шабата. Пришло время завершить стадию незавершенной работы в нашем развитии и объединиться в мировое сообщество, базирующееся на альтруизме, на любви друг к другу. Мы должны жить по закону любви своего друга как самого себя. Это то, что говорит Тора. А все остальное это комментарии. Шаббат шалом. Залетела душа в тело, настрадалась, улетела, что понять она успела, посетив всей белый свет. Что ей дни и что ей ночки, до последней самой точки, все внимание оболочки, а души как будто нет. А она ждала, кричала, что-то в будущем искала, только тело не внимала, тело есть хотела спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась, сколько мне, говорит, еще осталось, не хочу, мол, умирать. Расставались неумело, тело сникло, побледнело, оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. на земле хотелось рая, рай без Бога не бывает, тот, кто время убивает, будет временем убит. залетела душа в тело, что успела, то успела.